Бюджетный процесс 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 Когда мы говорим о консолидированном бюджете Татарстана, это 956 местных бюджетов плюс республиканский бюджет. 957 бюджетов у нас совместно с муниципалитетами. Мы, министерство финансов, формируем бюджет консолидированный. Давайте следующий. В Российской Федерации функционирует три уровня бюджетной системы. Второй уровень у нас бюджет субъектов. Вот уже я вам до этого говорил о том, что мы на примере Татарстана с вами говорили. К территориально-государственному бюджетным фондам – в addressed территориально-отделении фонда обязательного медицинском страховании. Потому что у нас в республике одновременно еще и формируется фонд Дума-ЕС. Он идет отдельно, когда в госсовете обсуждение идет республиканский бюджет, а параллельно идет и обсуждение государственного вне бюджетного фонда территориально-отделения фонд медицинского страхования. Давайте следующий. Поселение, великое поселение. Всего 956 бюджетов местного уровня. Всех. Вот два округа и муниципальные районы и поселения. Плюс республиканский бюджет. Это все уже у нас в целом консолидировано. Следующий слайд. Структура бюджета. Значит, структура бюджета у нас есть доходы. Структуру доходов мы еще с вами дальше остановимся. Есть расходы. У нас может быть профицит бюджета или дефицит бюджета. Здесь как раз показывается вот дефицит, профицит бюджета. И если профицит уже источник не нужен, если есть дефицит, то необходим источник финансийного дефицита бюджета. Вот этот слайд структуру показывает. Следующий. Дефицит бюджета, провышение расходов бюджета над его доходами. Есть ли расходы у нас в бюджете запланированы больше, чем доходы? Это и есть дефицитный бюджет. У нас бюджет принятый трехлетний на 2021-2022 годы. У нас республиканский бюджет дефицитный. Мы дальше еще скажем. Профицит бюджета, превышение доходов бюджета над его расходами. На примере можем сказать российский бюджет. Там дальше цифры приведем. Российский бюджет запланирован профицитом. Давайте следующий слайд. Ограничение по дефициту бюджета субъекта Российской Федерации. То есть мы не можем в каком объеме, например, захотим создать дефицит. Есть определенные ограничения, установленные бюджетным кодексом Российской Федерации, которые мы должны выполнять. И это и транслируется в бюджетном кодексе Республики Татарстан. Здесь говорится о том, что дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15% удвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета удвержденного объема безвозмездных поступлений. Или, одними словами, это наши налоговые и неналоговые доходы. То есть от неналоговых доходов у нас должно быть не более 15%. Для субъекта Российской Федерации, в отношении которой осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 ст. 130 настоящего кодекса, дефицит бюджета не должен превышать 10% удвержденного общего годового объема. Здесь тоже есть определенные критерии. Здесь вот как раз мы приводим о том, что в соглашении по реструктуризации субъекта Российской Федерации по федеральным кредитам могут предусматриваться ограничения по размеру дефицита для республики Татарстан установлено 10%. То есть мы не можем увеличить более 10%, но здесь тоже есть определенные условия. Если это увеличение будет проходить за счет остатка на начало года, это разрешается. Давайте следующий слайд. Ограничение по дефицитам местного бюджета. Местный бюджет дефицит не может превысить 10%, но у нас все местные бюджеты Татарстана, они бездефицитные. То, что вот я 956 местных бюджетов говорил, они все бездефицитные. То есть их недоходы равны к расходам, но есть некоторые поселения и, по-моему, один район у нас, где у нас доходы больше, чем расходы, то есть они профицитные. Но в целом у нас все районы города сбалансированы, они бездефицитные. То есть у нас весь дефицит бюджета, если посмотреть консолидирование, то он приходит на республиканский бюджет. Давайте следующий слайд. Вот в этом слайде мы показываем источники финансирования дефицита бюджета. Что включается, здесь, наверное, вы видите. Разница между средствами поступивших на размещение государственных ценных бумаг, между полученным погашенным средством, это кредиты. Разница, ну иностранной валюты у нас нет, остатка средств на счетах на начало года может быть. То есть в основном, вот когда мы формируем бюджет, вот если посмотреть наш республиканский бюджет, мы всегда балансируем за счет остатка на начало года. Давайте следующий слайд. В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, налоги подразделяются на федеральные, региональные, местные. Налоги, предусмотренные специальными налогами, зачисляются в основном в соответствующие виды бюджетов. Здесь я хочу подчеркнуть о том, что там у нас еще на это акцент, наверное, слайд будет. В принципе, весь доходная часть, налоговая часть, потому что у нас есть с вами налоговые доходы, есть еще не налоговые доходы, а именно касающиеся налоговых доходов, она в принципе построена на основе налогового кодекса. Давайте следующий слайд. Разделение налоговых сборов на федеральные, региональные и местные определяет уровень принятия решения об их введении. То есть здесь уже есть определенный регламент установленный, есть федеральные налоги, есть региональные и местные налоги. Здесь вот каким законодательством решить. Если федеральные налоги, они уже федералами вводятся полностью, а есть региональные и местные налоги, они по соответствующим уровням. Давайте следующий слайд. Вот приведены налоги, которые у нас федеральные. Налог на добавленную стоимость, коротко, НДС, 100% поступает в федеральный бюджет. И в принципе ни один субъект, ни один местный бюджет не может поменять или себе его зачислять. То есть он автоматически, федеральное казначейство, когда предприятие перечисляет, он 100% идет в федеральный бюджет. Налог на прибыль организации. Вот здесь установлено зачисление по уровням бюджетов. 17% идет в бюджет субъектов, 3% федеральный бюджет. Ну и еще есть установлены полномочия. Если субъект имеет определенные желания и бизнес-проекты с предприятиями, то у него есть как бы разрешающие, что он в пределах 4,5% может дать льготу. Налог на доход физических лиц. 100% поступающих субъектов, но федеральный налог. То есть вы сейчас, наверное, заметили о том, что установлено федеральным законодательством, но при этом есть регламентирован на какой уровень поступлений. Если мы с вами, вот посмотрев три налога, увидели это, потому что самые крупные налоги. Здесь налог на прибыль до 2017 года из 20% в 18% поступал субъект. 2% только был федеральный бюджет, а потом было внесено изменение. 3% сейчас поступает в федеральный бюджет и 17% в бюджет субъекта. Ну и мы говорим о том, что, в принципе, федералы регулируют тем самым поступление по уровням. То есть, хотя это называется федеральный налог, но, чтобы мы с вами правильно его понимали, трактовали, если предусмотрено его зачисление другой уровень, то оно идет поступление именно на тот уровень. Например, налог на доход физических лиц, федеральный налог, но при этом полностью поступает субъектовый. То есть, у нас идет и местный бюджет, есть определенные жестко направленные или уже регламентированные суммы у нас объем, и есть те, которые поступают субъектовый, но при этом федеральный налог. Следующее, вот мы про акцизы говорим, здесь вот расписаны акцизы, как поступают. Акцизы на алкогольные продукции с объемом доли свыше 9%. Здесь вот 20% федеральный бюджет, 8% бюджет субъектов. Но здесь тоже надо понимать, как 80% бюджет субъектов, потому что это изменение внесли недавно. До этого 60% поступало бюджет субъекта, а бюджет федеральный, 40% бюджет субъект. То есть, производители подакцизной продукции, это вот, например, в Татарстане, это был Татспирпром, крупнейшая компания, производящая и реализующие ликеровочные изделия, они 60% перечисляли федеральный бюджет до 2017 года, а 40% бюджет республиканский. Начиная с 2017 года, в принципе, методику федералы изменили, и перечисление началось таким образом. Все, 100% полностью идет в федеральный бюджет, но при этом на разные счеты. Есть часть, которая накапливается в федеральный счет, на федеральный бюджет, который поступает, а 50% первоначально идет на накопительный, дальнейшем, а потом распределяется по субъектам. То есть вот то, что здесь написано сейчас 20, федеральный бюджет 80, это 80%, это не говорит о том, что нам прямые производители перечисляют это 80%. Сейчас вот это 80% тоже поступает в единый счет, он тоже в целом по федерации, а потом перечисляется бюджет субъектов. Установлены определенные нормативы. Вы знаете о том, что сейчас раньше, я уже говорил о том, что по акцизам платили производители, то сейчас это от розничной торговли, и есть определенные расчеты, где на основе этого устанавливаются определенные нормативы. Вот по Татарстану, то, что мы получали раньше от производителя, у нас весомый был объем, и то, что мы получаем сейчас, Татарстан имеет определенные потери. Потому что вот до этого, начиная с 2017 года, мы имели определенные компенсации с федералов, то есть был установлен такой переход на... Здесь был через определенный фонд. То есть не всю сумму шло через ЕГАИС, а часть суммы шла через фонд поддержки переходящий. А начиная уже с 2021 года, у нас сумма уже практически завершается 2021 годом, и в принципе в 2022-2023 годах у нас полностью... Мы будем только получать от розничной торговли, и здесь вот по республике Татарстан, по сравнению с то, что мы получали от производителя, 40% потери составит более 5 миллиардов рублей. При этом никакой компенсации Российской Федерации не планирует. Это мы немножко перешли к частности, я вам рассказал сейчас то, что как мы делаем. Следующий налог, налог на добычу полезных ископаемых. Налог на добычу НДПИ, называется... НДПИ, в принципе, платит у нас в Татарстане нефтянники. Нефтянники, кто добывает нефть, это огромная сумма налога, 100% поступает в федеральный бюджет. Мы еще с вами на примере посмотрим, сколько платят наши нефтянники, и сколько из них уходит российский бюджет. Потому что это тоже интересно знать в этом зале. Все-таки, во-первых, у нас огромный объем добычи в Татарстане нефти, например, по 2019 году это свыше 36 миллионов тонн, и огромные средства перечисляются нефтянниками. Это, я сейчас вам сказал, 36 миллионов тонн, это Татнефть плюс малонефтяные компании. Давайте следующий слайд. Потому что вот эти налоги мы с вами посмотрим, и вот оригинальные налоги. Это налог на имущество, налог на игорный бизнес, транспорт налог. Здесь полномочия субъекта, субъект определяет ставки, льготы. Вот мы об этом с вами еще дальше, наверное, более глубже скажем. Потому что по оригинальным налогам тоже интересный момент и есть. Сейчас как раз, я просто, исходя то, что вот 20-го была сессия, и у депутатов, и регионов возникает вопрос, вот как раз по полномочиям. Наверное, и у вас может возникнуть вопрос о том, что субъект как регулирует этот вопрос у себя. Вот здесь написано о том, что мы, в принципе, регламентируемся, к статье 56 Бюджетный кодекс Российской Федерации, и принцип такой, если Республика Татарстан, например, в налоговое имущество, у нас есть свои законы, где мы представляем определенные льготы предприятиям, те, которые имеют бизнес-проекты. Вот как раз 20-го было внесено изменение в этих бизнес-проектах по льготам, по налоговое имущество. Здесь как раз рассматривается, то есть это не просто так освобождение, а вы знаете о том, что Министерство финансов Российской Федерации с прошлого года начали оценивать эффективность представления льгот. И, в принципе, у нас в Татарстане тоже мы все постановления приняли. Начиная с 20-го года у нас все льготы, которые установлены республиканскими, оценивается, то есть их неэффективность, а начиная с 21-го года это уже местные. Местные тоже представляют, мы чуть попозже остановимся. Давайте следующий слайд. Вот местные налоги. Земельный налог, налог на имущество физических лиц. Здесь, в принципе, тоже 100% поступает в этом поселение, и, в принципе, определяется ставка льготы уже местными органами о представлении льгот. Здесь тоже вот я уже говорил о том, что местные органы сейчас не огульно будут представлять льготы, а именно с определенным расчетом, который в дальнейшем будет оцениваться и считаться ихними расходами. То есть, когда будет субъект оцениваться, здесь уже эти льготы будут иметь определенные значения. Так, следующий слайд. Налоги предусмотрены специальными налоговыми режимами. Это единый налог, миньонный доход для отдельных видов деятельности, единый сельхозналог, налог, взимаемый по прощению системы налогообложения, налог взимаемый сеприменимый по теттной системе налогообложения. Здесь по сравнению, я, так как долгие годы работал в хозяйстве, поэтому, в принципе, понимаю, как эти налоги своими руками начислял. И, в принципе, для того, чтобы его понимать, надо сказать таким образом. В принципе, есть предприятия, организации, учреждения, которые работают в общем режиме, есть предприятия, в основном это малый и средний бизнес, которые применяют вот эти системы налогообложения. Они более льготные по сравнению с общим режимом, и они дают право еще дополнительно установить определенные льготы. Вот здесь полномочия здесь расписаны. Здесь хотел, вот здесь у нас налоги же, я так понимаю, здесь четвертый и пятый курс тоже есть, да? Вы, наверное, прошли о том, что вот есть миненный налог, миненный доход для отдельной деятельности, единый налог. Вот он с какого года действует? Кто-то скажет? Не знаете, он с какого года действует, потому что, в принципе, у нас оно прекращает свою деятельность, в принципе, единый налог на миненный доход не будет. Будут уже все, кто работал единым налогом, начиная с 2021 года, переходить на другой режим. Давайте следующий слайд. Вот здесь мы, в принципе, для того, чтобы было более понятно, даем о том, что налоговая законодательство определяет обязанности налогоплательщика по уплате налога, им регулируется объект налогообложения, налоговая база по налогу, ставки и срок ее уплаты. То есть, за что отвечает налоговый кодекс, здесь мы расписали. А за что отвечает бюджетный кодекс, это построение, в принципе, всего бюджета. Вот здесь как раз об этом говорится. Но налоговое законодательство не определяет, какой бюджет поступает налог. Мы с вами уже на примере спрошли о том, что МДФЛ, налог на госфизических лиц, является федеральным налогом, но при этом поступлении он в целом поступает в бюджет субъекта и местный бюджет. Давайте следующий. Акциз на нефтепродукты. Вот здесь мы как бы примеры приводим, в принципе. Посмотрите, ежемесячно исходя из объема. Здесь вот это интересный пример, потому что акциза перечисляется в федерацию, единый счет, а потом распределяется уже по определенным расчетам, по определенной методике субъекта. То есть он вроде бы должен в субъект поступить так, как здесь производится, а вот распределение такое. Федеральный бюджет регионов. Давайте следующий слайд. Вот у нас по упрощенной системе. У нас в республике Татарстан установлено налог на упрощение системы. По федеральным законам он полностью поступает в бюджет субъект Российской Федерации, но в Татарстане, например, в прошлом году его объем составил 10 миллиардов 400 миллионов в 2019 году, 30% местный бюджет, 70% зачисляется в бюджет республиканский. Давайте следующий слайд. Дальше мы хотим немножко рассказать вам процесс формирования бюджета на 20-22 годы на федеральном и республиканском уровне. В принципе, этот вопрос тоже интересный, потому что раньше, когда я с этим вопросом не сталкивался, в принципе, смотришь, наверное, там какие-то сухие цифры, какие-то объемы. Но в основном же стоит и доходов, и расходов. Давайте дальше следующее. Здесь мы, в принципе, говорим о том, что вообще сам бюджет, вот те налоги, которые поступают, они отражают и его фактическое исполнение, и его отражает фактическое состояние нашего общества, но в целом, например, это если российский бюджет или субъекты, и при этом стабильность развития нашей республики, можно сказать, если это татарстанский бюджет и если это консолидированный. Потому что все те поступающие средства, которые, они не просто так, это, вот, например, если взять татарстанский бюджет, мы сейчас первоначально на российском там скажем, если татарстанский бюджет, налоги это, в принципе, в конце. Надо, в первую очередь, надо посмотреть валовый региональный продукт. Если ежегодно идет рост валового регионального продукта, у нас даже там еще слайд будет, мы об этом скажем, то, в принципе, идет и рост поступления и налогов. То есть, в первую очередь, необходимо рассмотреть увеличение валового регионального продукта. Над чем, вот, например, в нашей республике работает вся команда во главе Рустама Нургалевича, для того, чтобы был ежегодно стабильный рост валового регионального продукта. Вот, а по стране это валовый внутренний продукт. Вот, вот, триллионах, вот здесь вы видите, здесь цифры, это на уровне России. Давайте следующий слайд. Вот здесь мы для информации вам показываем триллионах, цифры триллионов приведены, коллеги. Насколько это характеристика федерального бюджета, сколько дохода и расходы на 20-21-22 годы. Еще раз обозначаю, это цифры приведены в триллионах, триллионах. Давайте следующий. Вот я уже говорил о том, что федеральный бюджет профицитный, то есть доходы выше, чем расходы, и какой уровень, вот здесь, дальше мы в этом слайде показываем. Следующий слайд. На что хотел еще обратить ваше внимание, вот рассмотрение удвеждения бюджетов. Ваше самоформирование бюджета начинается с марта месяца. Это не то, что вот там внесли госсовет, несколько дней там посмотрели депутата, удвердели, нет. Это процесс очень, скажем, объемный. Здесь, в принципе, первоначально начинается инвентаризация всех расходных обязательств встречи со всеми предприятиями. Вот, например, Министерство финансов проводит 110 крупными компаниями, которые, в принципе, если посмотреть по налогу на прибыль, они формируют порядка 75-80%. А в целом, вот это 110 предприятий, они формируют порядка 60%. То есть они, вот у нас, Министерство финансов, мы встречаемся крупными компаниями, их смотрим бизнес-проекты, доходы и расходы, и что они планируют, сколько выпуск продукции, и в результате, какие налоги, и сколько у них будет фонд зарплата. От фонда зарплата, кстати, что зависит у нас с вами? Кто-то скажет? Вот, а фонд зарплата предприятий, что зависит? Поступление, какой налог? Да, правильно. Налог на доход физических лиц, правильно. Поэтому мы, когда обсуждаем предприятиями, наша задача всегда увидеть, что предприятие прогнозирует на будущие годы, и какие у него бизнес-проекты. Поэтому, то есть это не просто сухие цифры. Не сухие цифры, вот как, например, на уровне Российской Федерации, у них все-таки методика немножко другая. У них идет определенная индексация, и тем самым таких живых встреч не проходит. А вот в Татарстане, я не могу ответить, как это происходит в других субъектах, у нас практически, вот я уже назвал, в нашей площадке Минфини, вот теми предприятиями, но кроме того, другие предприятия еще проводятся в отраслевых министерствах. То есть, в целом, практически весь объем показательный, все сверяется. И вот здесь мы, когда говорим о рассмотрении и удвеждении бюджета, чем отличие российского бюджета от субъектовых, оно отличается то, что государственное, когда дома вот рассматривает, а потом дальше проект бюджета поступает в Совет Федерации. Остальные, в принципе, у нас с российским схожи. То есть, вот чем отличие, на мой взгляд, с российского от субъектовых, оно вот то, что у них еще ступень есть, который до подписания, он идет в Совет Федерации. Давайте следующий слайд. Проект бюджета Республик Тарасан основан на положениях, вот я уже, в принципе, мы с вами немножко характеризовали, бюджетный налог кодекс Российской Федерации, бюджетный кодекс Республики Тарасстан, послание президента Республики Тарасстана, Государственного Совета Республики Тарасстан, стратегия социально-экономического развития Республики Тарасстана до 30-го года. То есть, для того, чтобы мы с вами правильно понимали, бюджет, он не просто, вот иногда, особенно, вы, наверное, смотрите, когда идет обсуждение бюджета, но сейчас в основном года 3-4 таких дебатов нет. Раньше было, вот там, очень много было поправок. Я в Министерстве финансов в качестве начальника отдела начал работать в 99-м году. В принципе, в эти годы, вот Алексей Геннадьевич, активный участник, более 400, более 500 было поправок бюджета. И там что-то добавляли, что-то уменьшали, там споры были, непонятно такие. В принципе, а сейчас регламентировано о том, что вообще поправка любой депутат имеет право дать, но при этом он должен обосновать, если он какие-то расходы добавляет на основе каких-то нормативных документов, во-первых, во-вторых, должен предложить и источник, и доходов. То есть, за счет чего он предлагает. В этом вопросе есть определенная регламентация, поэтому сейчас у нас очень, я считаю, рабочий и такой положительный подход именно обсуждения в Государственном Совете. Но я назвал о том, что все-таки сам проект от бюджета формируется не огульно, а именно на правовых основаниях, на определенных основах, на правовых документах. Вот здесь оно расписано. Давайте дальше. Вот немножко хотел сказать про стратегию 2030, потому что до 2030 года. Это действительно во многих регионах такого стратегического, наверное, нет закона, это законом принятое, потому что в этом законе расписан развитие республики Татарстан во всех отношениях. Это очень такой, я считаю, емкий документ и очень важный документ, потому что это дает вот республику развивать именно планомерно. И в этом вопросе, я считаю, республика является многим субъектом, примером, потому что таких стратегических документов мало кто имеет. Вот здесь как раз приведены те показатели. Давайте следующие. Формирование проекта бюджета Республики Татарстан на трехлетний период. Здесь вот мы как раз обсуждаем с вами о том, что у нас уже несколько лет идет, но при этом были... Давайте следующие. Преимущество долгосрочного бюджетного планирования привели. Почему? Какие у нее плюсы? Давайте следующие. Вот сейчас дальше я хотел немножко дать характеристику по налогам. Давайте следующий слайд. Вот здесь мы говорим о том, что макроэкономические показатели, на основу которых формируется бюджет. То есть ежегодно, ежеквартально, вообще это ежемесячно, наверное, первоначально, но ежеквартально мы всегда в большом круге проводим обсуждение. Это обсуждение выполнения всех показателей с каждым районным городом, с каждым предприятием. И тем самым мы смотрим, какова у нас цель в этом году достичь, и как идет его выполнение. Но, в принципе, вот я уже говорил о том, что валовый региональный продукт влияющий, и потому что без этого не будет никакого налога, я начал, ну а потом еще сейчас слайд будет. Вот влияющий нам прибыльность предприятия, на налог на прибыль, фонд зарплаты, влияющий, который на НДФЛ мы с вами говорили. Объем инвестиций, на что влияет, коллеги? Объем инвестиций на что влияет? Для Минфина чем интересен объем инвестиций? Ежегодный рост объема инвестиций на какой налог влияет? Как по-вашему? У нас от предприятия есть, физические лица это налог на имущество, поэтому она как раз влияет. Индекс потребительских цен, производство промышленной продукции, производство сельхозпродукции, производство отдельных видов подакцизм продукции, обороты розыженной торговли. Вот эти показатели, они все, можно сказать, прямую связаны с бюджетом. Это все идет, как бы является основой. Если в этих показателях будет определенное снижение, то это все однозначно будет у нас уменьшение налога. Давайте следующий слайд. То есть, когда мы говорим с вами о налогах, мы в первую очередь должны говорить вот эти показатели. То есть, внимание обратить на этот показатель, коллеги. Исходные условия формирования прогноза социально-экономического развития. Здесь, я бы больше сказал, это прогноза бюджета социально-экономического, это наше состояние бюджета, когда мы прогнозируем. Это мы, потому что берем российский, потому что в России, с комбюджетом, когда планируют, они эти индексы дефлятора применяют. Почему мы их берем? Потому что мы находимся в режиме реструктуризации, есть определенные условия, которые говорят о том, что условия федеральные должны мы выполнять. Но для Татарстана цена на нефть, доллар, за баррель, для чего нужен и курс доллара? Это как раз для того, чтобы мы стать нефтью и с малым нефтяными компаниями, могли с ними, потому что мы проводим, я уже говорил, из 110 компаний, и самые основные, по налогу на прибыль, вот это Татнефть плюс нефтяные, малые нефтяные компании, мы и с ними проводим как раз по этим сценарным условиям. То есть, вот это для этого и нужен. Инфляция, это для того, чтобы они расходы посчитали, а инфляция еще учитывается в расходной части, для того, чтобы мы бюджетную часть индексировали основном на эти показатели. Давайте дальше. Вот здесь мы показываем валовый оригинальный продукт, в этом слайде вы видите, ежегодно вот проценток рост. Здесь идет вот на 2020 год, насколько он запланирован. Это триллионах цифры. Давайте следующий слайд. Вот структура ВРП, потому что здесь вы должны тоже представить, потому что какой же у нас отрасль, больше удельный вес составляет ВРП. Давайте следующий слайд. Налоговый и неналоговый доход, зачисляемый в федеральном бюджет и консультирный бюджет Республик Тарсан в валовом региональном продукте. Вот посмотрите, я уже говорил о том, что все зависит от нашего выработки, и вот как раз мы здесь показываем. У нас федеральный бюджет в 2019 году составил 550 миллиардов рублей, 299 миллиардов – это налоговый и неналоговый доходы, консолидированный бюджет, и мы показываем 2 триллиона 584 миллиарда – это валовый региональный продукт. То есть вот эти цифры мы должны с вами владеть и иметь в виду, что они в таких пропорциях или таких отношениях. Давайте следующий слайд. Вот здесь мы показываем о том, что ежегодно, коллеги, вот в 2017 году консолидированный бюджет, если в процентах от ВРП 12,2%, было 11,5%, 11,6%. То есть, если я, то, что уже до этого говорил, идет рост валового регионального продукта, мы знаем порядка больше 11%, ну, 10-11%, пусть 12 будет. Это зависит от того, с какого производства поступают нам налоги, и плюс еще изменение законодательства, потому что ежегодно практически идет определенное изменение, но при этом вот эта пропорция практически сохраняется. То есть для ориентира мы можем вот эту пропорцию держать для того, что мы могли планировать. Давайте следующий слайд. Вот этот слайд показывает именно, вот я же говорил, стратегия. Вот стратегия есть, вот это 5 триллионов 132 миллиарда достижения в 30-м году валового регионального продукта, из него можно посчитать из тех пропорций, сколько будет у нас налогов. Давайте дальше. Вот этот слайд показывает мобилизацию налогов и не налогов, доходов. Здесь у нас показан федеральный бюджет, бюджет консолидированный. Здесь вы увидите то, что татарстанский бюджет, если до этого, я говорил, 299 миллиардов, а здесь указано 330, это с федеральными деньгами, потому что есть часть средств, которые мы из федерала получаем. А так вот у нас получился 1 триллион 132 миллиардов. Давайте следующий слайд. Вот здесь мы показываем пропорции распределения налогов и налоговых доходов между субъектом и федеральным бюджетом. У нас практически он идет 70, вот в 2016 году только оказался 67,33, а в остальных годах более 70% или 70% идет федеральный бюджет. А до 2007 года, вот Надея Михайловна здесь же, был бюджетный кодекс Российской Федерации, где налоговые и неналоговые доходы, в принципе, они должны были быть 50 на 50. А потом это ограничение федералы быстренько сняли, убрали оттуда с федерального бюджетного кодекса. Сейчас вот пропорция изменилась. А в целом, ну это касается бестаможенной пошли, поэтому налогов и неналоговые доходы. Но при этом все равно сейчас идет определенная диспропорция или пропорция на сторону федерального бюджета больше, чем 50%. Давайте следующий. Плативеженники, добывающие отрасли, республика Тарстан. Вот здесь я, почему эти цифры вам привожу, потому что республика добывает столько нефти, и основными платильщиками у нас платильщик номер один является акционерное общество Татнифит. И здесь мы как раз вот показываем. Вот посмотрите, пожалуйста, насколько и какие налоги поступает российский бюджет и их неудельный вес. И сколько у нас консолидийный бюджет? Доля, вот здесь то, что 12-13% только остается в Татарстане, остальное 86-87% уходит в российский бюджет. Потому что здесь вот бюджет РФ 86%, 1% еще уходит в платежи пенсионных фонд, фонд строкования, и только консолидийный бюджет остается 13%. И всего такого огромного объема. Поэтому республика... Ну, здесь, по-моему, надо дальше слайд 10 рассказать. Давайте следующий. Мобилизация налоговых налогов и доходов на территорию республики Татарстан. Вот здесь как раз мы показываем, как идет рост федеральных налогов и как идет вот наш консолидированный бюджет. Несмотря на то, что есть определенные изменения ежегодно практически на сторону увеличения изменения законодательства на федеральную, вот, например, тоже на 2020 год по НДПИ, это налог на добычу полезных ископаемых, который я до этого назвал 100% поступает в федеральный бюджет, его поступление, там потому что есть методика расчета, его методика расчета включили определенную сумму для того, чтобы выполнить все национальные проекты. И сейчас на нефтяники этого налога платят больше, тем самым уменьшается налогооблагаемая прибыль и налог на прибыль. То есть республика теряет налог на прибыль. Вот, но несмотря на это, я хочу обратить ваше внимание, республика стабильно развивается и идет ежегодный рост налоговой и неналоговой доходы. Если, например, посмотреть других субъектов наших рядом, потому что в Федеральном, в Приворском федеральном округе республика Татарстан занимает более 15 лет первое место, потому что, так как я уже 18-й год формирую вместе с коллегами бюджет, в принципе, вот более 15 лет Татарстан весомый у него отрыв уже вторым местом, мы в Приворском занимаем первое место. Давайте следующий слайд. Пропорции распределения налогов и налогов доходов, собираемость территории, вот здесь как раз и показали. Вот это как раз чисто к этому налоговому законодательству. Давайте следующий слайд. Вот это тоже интересный слайд, коллеги, потому что Татарстан вот пятое место занимает. Пятое место. У нас по сбору доходов выше от нас город Москва, Московская область, Санкт-Петербург, да? Ну, здесь еще должен быть, потому что Республика Татарстан не четвертая и пятая, но почему-то мне четвертым показали. Но пятое место, это тоже, я считаю, весомый вклад Татарстана. Здесь, чем это говорит, это говорит о том, что в Республике есть определенная стратегия и работа над увеличением валового регионального продукта, увеличение собственной налоговой базы. Давайте следующий. Вот при Ворском округе я уже говорил о том, что мы занимаем первое место, при этом уже второе место, которое вот у нас, они весомо меньше намного. Вот посмотрите здесь, следующий. Самара 159, Башкортостан 165. Кстати, вот про Башкортостан. Так как я начал работу министром финансов с 2002 года, а в эти годы в Башкортостане, в Башкортостане у нас примерно, у них 4 миллиона 200, по-моему, населения, и тоже нефть добывается, тоже газ есть, тоже нефтехимия есть, нефтепереработка есть, и при этом налоговое и неналоговое поступление в третьих, четвертых, пятых годах у них было больше, чем в Республике Татарстане. Но при этом, сейчас вы посмотрите, вот Татарстане, если у нас за 19-й год налоговые и неналоговые доходы 299 миллиардов, а Башкортостан 187, вот какой отрыв. Это говорит о том, что Республика Татарстан планомерно ведет развитие. Давайте следующий слайд. Структуру налогов и налоговых доходов здесь мы приводим. В принципе, вот основные, обратите, пожалуйста, внимание, налог на прибыль, налог на доход физических лиц, акцизы, налог на имяши организации составляет 84% от общего всего налогов. Это фактически то, что поступило нам в 2019 году. Следующий слайд. Вот крупнейшие мы предприятия, мы здесь, давайте следующий слайд показали. Следующий слайд. Структура налоговых и налоговых доходов это бюджет Республики Татарстан. Здесь, посмотрите, если там было 84% вот этих 4 налога, а здесь 91. Практически, то есть основное, вот 4 налога нам дают. Давайте следующий слайд. Вот здесь мы до этого с вами говорили, о том, что все-таки налог на прибыль самый весомый налог. В прошлом году, в 2019 году, из 299 миллиардов, его поступление составило порядка 111, по-моему, миллиардов. Мы сейчас с вами его посмотрим. То есть его вес очень весомый. А вот его формирует прибыльные предприятия нашего субъекта, Татарстана. То есть для чего нужен прибыльность предприятия? Она нужна для того, чтобы был уплачен налог на прибыль. Давайте дальше. Ну, здесь, конечно, очень важно, это, я считаю, гордость нашего Татарстана по сравнению с другими субъектами. И я считаю, мы с вами очень счастливые люди, то, что живем в Татарстане. И то, что у нас президент Руслан Нургалеевич, Минниханов, который именно борется для того, чтобы развивалась наша экономика и разные привлечения именно в инвесторах. Это огромная работа делается. И вот, знаете, мы показали здесь те мощные объемы, которые республика вкладывает в развитие нашей экономики. Те компании, которые показали у них, потому что очень большой бизнес-проекты. Эти бизнес-проекты должны дать увеличение прибыльности предприятия. И плюс, конечно, это и налоги. Давайте дальше. Вот это мы дальше. То есть у нас не на один год, то есть не хаотичное развитие наших предприятий, а идет определенно планомерное. То есть у них уже запланирован, когда будет ввод, когда мы получим какие налоги. Все. Мы, в принципе, с предприятиями просчитываем этот механизм. Давайте дальше. Вот малый и средний бизнес тоже приводим здесь. Недавно, год 20-го сессии, я вам говорил о том, что малый и средний бизнес платят по льготному режиму. Это упрощенка, это миненка, это сельхозналог, это патентная система, но вопрос задает о том, что, вот, например, у Тмуртии установили 1% для тех вновь регистрированных их субъектов. Не для своих, а именно регистрирующихся с других субъектов. Они что сделали? Они сделали 1% в первом году, то есть у нас 6%, и у них было 6% в 2019 году. Это только доходы, потому что там разные методики есть, вы знаете об этом. Если это доходы минус расходы, начинаются там 15% и другие, потому что вот в Татарстане, например, у нас установлено, дали мы льготу, это 10% есть, и 5% по разным категориям. Но при этом говорят, в втором периоде, это второй год, 3%, а начиная с следующих годов 6%. То есть этим самым идут какие-то определенные вот такие игры, и на мой взгляд, к этому нельзя сразу поддаваться, потому что, когда работают предприятия уже более стабильно, необходимо лучше, на мой взгляд, отрабатывать разные бизнес-проекты, чтобы получить республиканскую поддержку. Потому что в республике, кто, в принципе, представляет бизнес-проекты, у них есть возможность получить дополнительные льготы. Поэтому некоторые депутаты в госсовете задали вопрос, но задали немножко, может быть, до конца и не поняв, и до конца, может быть, не разобравшись к этому вопросу, что вот у них установили 1%. Во-первых, не совсем так. 1% установили на первый год, на второй год 3%, а начинается уже с третьего года, и опять возвращается на свое место 6%. То есть предприятие должен в этой части посмотреть, или идти туда регистрироваться, а потом наступит 6%, или все-таки подумать, остаться в республике, и обратиться в правительство для получения определенной льготы по бизнес-проектам. То есть, на мой взгляд, в республике малому, среднему бизнесу комфортные условия представлены. И каким-то дешевым шагом нельзя торопиться сразу делать, потому что всегда надо, на мой взгляд, обдуманно идти, потому что просто тебе льготы представлять никто не будет. Они уже что-то подразумевают. Вот, например, Нижний Ногурд по транспортному налогу установил у себя 250 и выше лошадиных сил, чуть ниже ставку, и говорит о том, что мы, в принципе, вас призываем, давайте регистрироваться у нас, но при этом говорит, средняя зарплата не должна быть ниже вот таких-то параметров. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если даже вы, а у них тоже транспортный налог весомый в Нижнем Ногурде, у них запланировано 4,2 миллиарда рублей, у нас 5 миллиардов 100 на 2020 год. И вот наши бизнесмены прочитали первую часть, а вторую часть не читают и говорят, вот у них же установлено, давайте посмотрим. А если это вот совокупности посмотреть и сделать расчеты, он, в принципе, даже выходит чуть хуже. Поэтому, на мой взгляд, необходимо всегда сбалансированно подходить к этому вопросу. Вопрос очень серьезный и всегда какой-то дешевый авторитет. Не надо заниматься некоторым популизмом. Занимаются о том, что давайте мы установим, дадим возможность. Да, это нужен, но, в принципе, надо всегда балансировать. Давайте дальше. Динамика поступления. Уже, оказывается, время заканчивается, да? Вот по налогу на прибыль. Здесь я говорил о том, что в 2019 году фактическое поступление 111 миллиардов. 111 миллиардов. Из них ТАТ нефть и плюс малонефтяные компании обеспечили в объеме 53 миллиарда. Пропорции сами посчитайте. То есть, сколько мы получаем от нефтяных компаний, это сразу более 50 процентов. Правильно? Поэтому республика... Давайте следующий слайд. раз у нас время выходит, я, видимо, больше на это остановился, видимо, придется еще раз с вами встретиться. Вот это структура поступления по налогам. Давайте можно показать слайд, где по расходам? Расходы по слайдам можно? Вот здесь только я обозначу, в принципе, расходная часть, он тоже регламентируется, когда мы расходную часть планируем, мы, в принципе, основываемся на определенных макроэкономических показателях. То есть на основе этого идет построение расходной части. Давайте следующий. И вот здесь то, что расходы бюджета распределяются по главным распределителям, по государственным программам, по разделам. Давайте следующий. Это следующий слайд. Это классификация показали. Так, Дальше можно я дальше еще слайд? Так, наиболее по государственным программам, вот здесь тоже хотел ваше внимание обратить, государственная программа это развитие образования, 60 миллиардов, 44 миллиарда это здравоохранение, 30 миллиардов социальной поддержки и разное. Вообще республиканский бюджет и консультивный бюджет. Давайте следующий слайд, у нас там есть. Давайте следующий. Следующий. А, вот как раз вот это. Вот уровень первоочередных социально-значимых расходов. Вообще уже, наверное, более 10 лет более 70% всех расходов и то, что мы формируем в республиканском и консультивном бюджете, это социально-значимые расходы. Это говорит о том, что республиканский и консультивный бюджет социально направлены. Давайте следующий. вот на это тоже внимание хотел обратить, коллеги, рост расходов на оплату труда. Это миллиардах. Вот в 19-м году фактически составило 123 миллиарда 700 миллионов рублей. А посмотрите, было сколько в 12-м году, 57 миллиардов. Это бюджетная сфера то, что зарплата. Кстати, могу сказать, здесь у нас с вами на встрече начальника отдела социальной и культурной сферы, да? Правильно? Да. Самый молодой начальник отдела, ему 28 лет, выпускник Казанского государственного финансового института, нельзя говорить сейчас, как КФУ, да? КФУ, более правильно. Можно? Да, но в принципе... Да, поэтому я хочу поблагодарить всех преподавателей, потому что настолько умные, настолько талантные молодые люди приходят к нам с финансового института, вот один из них уже сегодня начальник отдела. И его в отделе это вот 123 миллиарда это общая сумма, это надо перечислить всех людей получателей, это образование, здравоохранение, это объем работы находится в их отделе. Поэтому я считаю огромное объем и труд вложено в этот отдел. Давай следующий. Так, это мы дальше уходим. Давай следующий. Давай следующий. Ну, это социальный код. Давай следующий слайд. Давай следующий. Вот государственный долг, потому что многому очень интересно о государственном долге. государственный долг республики Татарстан на первое число 93 миллиарда 700 миллионов здесь показано, да? И республика Татарстан среди всех субъектов занимает третье место. Давай следующий слайд. Вот здесь структуру показали, здесь есть бюджетные кредиты, которые долгосрочно реструктуризированы, есть гарантии, но по гарантиям у нас основном по КАМАЗу. Давай следующий слайд. Вот долг республики Татарстан я уже говорил, реструктуру зеленой кредиты, но немножко только скажу о том, что в принципе реструктура зеленой кредиты реструктуризирована на 20 лет и очень хорошая льготных процентов, 0,1 процент, и мы небольшую сумму платим за обслуживание, в 2020 году, когда принимали 2020 год, благодаря активной работе и весомой весы своего Российской Федерации нашего Рустама Нургалевича был включен статья о том, что дополнительно представить субъектам определенное время на еще на реструктуризацию на определенный период, при этом оставшиеся эти средства должны быть направлены на инвестиционные проекты, если они дальше увеличат и будут раздельные учетов введены по этим инвестпроектам, то последующим поступающим только в федеральный бюджет налогом будут списаны наши бюджетные кредиты, поэтому Республика сейчас в данный момент работает для того, чтобы именно оставшиеся средства на направление инфраструктуры должны направить, а бизнес-проекты, новые бизнес-проекты, они должны после того вестись и плюс еще должны определенные налоги на федеральный уровень платить, то есть у них будет рост дополнительных налогов на федеральный бюджет, и тем самым на сумму поступления в федеральный бюджет нам спишут наши долги, поэтому в этом части вот Республика практически может, у него есть потенциальная возможность из 84 миллиардов у нас 71 миллиард мы можем попасть под списание, то есть вот какую работу я считаю делал и делает первоначально начал во главе нашего первого президента Митима Шарипча и вот что делает Рустам Нургалеевич поэтому мы должны ценить нашего президента и благодарить то, что делается в республике особенно в Казани потому что это все кредиты были взяты именно для у нас хочу вас еще информировать о том, что до 2009 года ни копейки кредитов мы не имели это именно на подготовку к универсиаду это дальше других мировых значений или чемпионат мира там был у нас по водным а потом дальше по футболу вот такие в принципе они все реструктуризированы из всех реструктуризированных из 84 округленных 85 71 миллиард республика может при выполнении всех условиях претендовать на списание давайте дальше вот это долговую нагрузку следующий следующий слайд это местных местных у нас особых муниципальных долгов у них нет у нас есть транслирован вот это 25 миллиардов это казанский долг но казанский долг это в принципе транслировано республиканском то есть она и в республике есть и здесь есть это то что на проведении универсиада давайте следующий слайд следующий слайд давайте следующий слайд вот давайте кредитный рейтинг немножко тоже скажем кредитный рейтинг тоже интересно потому что вот те оценщики которые у нас вот мудис фич еще у нас акры и еще какой комп эксперт российской компании пока по всем показателям республика татарстан стабильно не ухудшили наше положение а именно идет где-то улучшение или мы остаемся в том состоянии это говорит о том что в республике инвестиционный климат для того чтобы были привлечены определенные средства оно положительное давайте следующий следующий но структура конституционного бюджета мы обязательно должны сказать но я уже говорил о том что вот у нас дефицит бюджета 2,9 миллиарда рублей на 20 21 2,8 2,6 я вам уже первоначально сказал о том что у нас все местные бюджеты они балансированы а весь дефицит республиканском бюджете следующий слайд вот то что я уже 957 бюджета говорил давайте следующий это следующий слайд это математика не нужен следующий слайд это республика давайте следующий слайд ну новация бюджетного процесса это отдельная тема я думаю если интересно будет мы придем потому что очень много было изменений бюджетного кодекса российской федерации которое пришлось очень оперативно для допринятия бюджета сделать я считаю это отдельная тема давайте следующий 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 это вот идеи налоги ну а профессиональные это вы знаете дальше вот да сама здесь создание целостной системы управления вот здесь я немножко коллеги остановлюсь потому что республика татарстан его как новатор внедрил сейчас как раз сегодня в зале должен быть даже реформаторы наши здесь где-то должны участвовать потому что мы на базе вашего института много делали проводили обучение я хочу тоже поблагодарить за это и в принципе сейчас дальше продолжаем вот централизация учета о чем это разговор это говорит о том что в принципе мы только с вами зарплата говорили о том что больше 129 миллиардов у нас был если в 19 году а там еще будет больше зарплаты да это только еще за счет бюджета если не бюджетный поэтому я хочу сказать о том что вот централизация учета дает нам возможность более эффективно планировать более эффективно прозрачно увидеть все расходы и эффективно потратить денежные средства нашими бюджетными учреждениями следующий слайд вот это все столько учреждений мы в принципе в прошлом году эту работу огромную тяжелую работу провели было потрачено определенные средства денежные но при этом сейчас уже мы видим определенные результаты но об этом видим в конце года когда будет коллегия мы скажем потому что действительно это приведение порядок и сразу дает возможность настолько упорядочить и тем самым более эффективно использовать бюджетные средства давайте дальше дальше давайте следующий следующий это пример централизация давайте дальше вот коллеги на это Алексей Геннадьевич настаивает вам тоже вас информировать вековая история Министерства финансов 100 лет 27 мая будет 100 лет Министерства финансов давайте следующий слайд вот она здесь как раз и мы будем вместе с вами его отмечать потому что сегодня вы слушатели возможно через какой-то период вы будете уже работать у нас в Минфине кто-то будет работать начальником отдела через какой-то период вы будете уже министром финансов поэтому я вот считаю что это наш общий праздник давайте дальше здесь тоже немножко истории есть вот здесь всего за 100 лет истории получилось 18 министров я получил 18 давайте дальше и вот здесь в принципе показали какие года кто работал и в каком состоянии дальше вот здесь мы должны с вами знать все-таки выдвинутые на высшестоящей должности вот Рустам Нургалеевич премьер-министром долгие годы работал сейчас наш президент а работал министром финансов поэтому это очень тоже не отратно удачи так